Всем привет! Сегодня готовим очень вкусную колбасу в консервной банке. Готовится просто и легко. Это самая вкусная колбаса, которую я готовила. Если вы хотите получать уведомления о всех моих новых видео после того, как они только вышли, нажмите на колокольчик возле кнопки подписка. Итак, готовим колбасу в банке. Что-то мне прям понравилось, приготовление домашних колбасок из ничего, и что-то хочется нового и вкусного. Итак, готовить будем в обычной вот такой жестяной банке из-под консервы. Здесь были у меня томаты. Можно, например, взять банку из-под персиков. Значит, смотрите, я буду использовать бедрышки и буду использовать филе. Из одних бедрышек я не делала. Делала совместно, мне кажется, что так даже вкуснее. Значит, смотрите, бедрышки. Убираем косточку и убираем шкурку. На банку 600 мл мне понадобится примерно 3 больших бедрышка и одно куриное филе. Но тут все зависит от размера мяса. И вообще берите разное. Я бы даже попробовала и свининку добавить, и сальце добавить. Тут уже полет фантазии. Но сегодня готовим просто куриную, как бы классику жанра. Все мясо нужно нарезать приблизительно вот такими вот кусочками. Слишком не мельчите, потому что оно должно тоже хорошо утрамбовываться. И вот это я перерезаю, чтобы такие вот они были. Когда будете готовить, обязательно попробуйте сделать вариант ассорти мясное вообще. Пришлите фотографии и напишите отзыв. Потому что мне интересно, как получится со свининой, с курицей, с говядиной, если все вместе готовить. Все мясо перекладываем в какую-то емкость. Чтобы хорошо было все удобно перемешать. Значит, смотрите, у меня здесь есть и вот такие длинненькие кусочки. И вот такие. И чуть-чуть мельче. И вот так вот бедрышки я порезала. А есть помельче. В общем, я режу вот так в разнобой. Но чтобы и вот такие длинные тоже были, тогда колбаса в итоге, когда уже готовая, очень хорошо режется. Солю я приблизительно чайную ложку соли. Сюда желатин, который мы отмерили. Столовая ложечка. Сюда чесночок по вкусу, можно свежевыдавленный. Перчик. У меня здесь смесь перцев, поэтому будет и красный, и кому-то остренькая попадется. В общем, а тут уже перчите, конечно, кому как понравится. И итальянские травы тоже чайную ложечку я добавлю. Хорошо перемешайте, чтобы все специи и желатин разошлись по всему мясу. Ой, уже так вкусно пахнет! Я буду использовать рукав для запекания. Собираем его с одной стороны и завязываем. Разбираем рукав. Вот так вот до краев. И закладываем это все вот сюда вот в форму. Так, значит, смотрите. Дно вот этого пакета нужно уложить вот так вот хорошо. Лучше даже вы больше потратите рукава, но форма колбасы тогда будет красивая. Так, сейчас я покажу, что значит хорошо уложить. Можно, чтобы чуть больше складочек было внизу. Так, теперь закладываем мясо вовнутрь. Но после каждого раза, вот я вот взяла немного, я прям вот так вот рукой утрамбовываю. Ложкой так не получится. Раскладываю, чтобы мясо приняло форму в самой банке и не было пустот. Так, беру еще. И прям вот так вот выкладываю его. Смотрите, глаз у меня алмаз. Значит, у меня ушло 4 бедрышка, ну, таких обычных. И большое одно куриное филе. Все. Теперь сверху вот так вот еще раз утрамбовываем. Смотрите, как все хорошо лежит. Теперь натягиваем весь вот этот вот пленочку, весь рукав, вот сюда к центру. Прокручивая банку. Так, Дима, держи сверху. Все. Смотрите. И завязываем. Так. Все. Несколько раз. Обрезаем все лишнее. И в таком виде я буду сразу сейчас готовить. Но, если у вас есть время, вы можете оставить это все мариноваться в холодильнике. От часа до ночи. То есть даже если целую ночь у вас мясо будет мариноваться, это даже будет лучше. В разогретую духовку на 200 градусов я еще ставлю на такой противень, потому что бывает, что подтекает внизу. Значит, готовится где-то час. У меня прошел целый час. Я достаю из духовки и оставляю в кухне на столе остывать до полного остывания. 2-3 часа. А потом в холодильник на 12 часов. У меня прошло 12 часов. Значит, я достала из холодильника мою колбаску. Отодвигаю по кругу пленку. И вот так вот вынимаю, достаю. Вот так, аккуратненько. Смотрите, вот такая внутри банка. Вот, посмотрите, вот так выглядит колбаска. Давайте разрежем, посмотрим, какая получилась внутри. Значит, смотрите, бульончик. Все прекрасно, только мало, как я говорю. Нужно делать в двух сразу. Так, я немного убираю вот этот бульон. Его многовато. Смотрите, как выглядит со всех сторон. Вот так вот это дно, так оно стояло. Верхушечка такая более, ну, не настолько ровная. Вот такой хороший бочоночек мяса получается. Давайте отрежем, посмотрим, как получилось. Режется хорошо. Опа! Смотрите, как внутри. Значит, чем больше вы добавите из мяса сюда бедрышек, тем больше будет темного мяса. Чем больше грудинки, тем суша сама колбаска. Тут на любителя, кто как любит. В такую колбасу можно добавлять и говядину, и свинину, и сало, и шкварочки. И будет изумительно. Так, смотрите, если тонко резать, как получается. Вот так. Смотрите, какой приличный, вкусный. Ой, он так пахнет, колбаска так пахнет. Смотрите, какая красота. Смотрите, как хорошо держит форму. Значит, вот так вот, если будете резать тонко. Вот такой итог наших стараний. Сразу хочу сказать, готовьте две таких баночки. Ну что, попробуем? Значит, сразу хочу сказать, на черном хлебушке. Красота! Ну, я уже пробовала. Ребята, просто невероятный вкус. Никогда не подумаешь, что это я дома сделала. Обязательно выдержите в холодильнике 12 часов. Даже если чуть-чуть дольше полежит, не страшно. Зато она вот такая, как покупная. Похоже, когда на рынке покупаешь домашнюю колбасу, такую а-ля магазинную. Очень похожую. Вот этот вот бульончик вокруг, он делает сочность, такую вот пикантность. Я вот как бы счищала его многовато, но вообще-то можно не счищать, прям с ними есть. Вот так вкусно. Значит, попробуйте сделать, добавляя сюда курицу, добавить свининку, говядину, даже сальце со шкварочками. Как же это вкусно. Попробуйте, поэкспериментируйте со специями. Только я бы не добавляла чеснок свежевыдавленный. Он мне иногда почему-то синевой может отливать, наверное, от качества чеснока зависит. Колбаска на завтрак. Очень вкусно, великолепно. Все, спасибо за ваше время. Обязательно приготовьте, напишите коминки и отзывы, как вам понравилось и понравилось вашим деткам, потому что дети оценят. И еще, сразу готовьте две, потому что первую раз пробуют, сразу съедят, а вторая хотя бы на второй день останется. Все, приятного аппетита. Я всех люблю, ставьте лайки, делитесь этим видео, кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий рецепт. Смотрите меня на телеканале R1. Пока! Всем привет, я Ольга Матвей. Я люблю готовить и делюсь рецептами блюд на своем YouTube-канале. А Еде с любовью, это моя первая интерактивная книга. Здесь собрано 130 лучших рецептов, по мнению зрителей канала, а также более 600 пошаваховых фотографий приготовления блюд. Изюминка книги в том, что возле каждого рецепта есть видео. Нужно лишь отсканировать QR-код и перейти по ссылке. Смотрите, как это работает. Всем привет, это канал Готовить Просто. Сегодня будем готовить очень вкусный фруктовый торт под названием Тропиканка. Покупайте мою книгу и будем готовить вместе.